Всем привет, мои хорошие! У нас очередная среда, всю историю Эссенса, именно по средам у нас профилактики, как вы помните, и, соответственно, обзоры акций, которые внедряются так или иначе на этих профилактиках. Я вообще даже... Блин, ну вроде были, да, профилактики, после которых не было у нас новых акций. Короче, давайте поехали. Штурм башни, глава 3, да, идет он 6 недель, почти до серединочки мы уже добрались, вот. Напоминаю, в чем смысл этого штурма башни. Ходите в башню Эльмараден на ежедневной основе всеми твинками на аккаунте, вот, набиваете руду, которую нужно успеть использовать на текущей неделе, да, до следующей профилактики. И набиваете, значит, билетики некоторые интересные, которые у вас накапливаются, и ближе к концу акции можно будет их так или иначе обменять, и уже, наконец-то, вводятся нужные, как бы, у нас вот эти вот механизмы для их обмена. В общем, погнали. Третья глава продлится так же, как и предыдущую неделю, вот. Уже начиная с третьей недели можно обменивать накопленные знаки хранителя на редкие предметы. До этого они накапливались, но их нельзя было обменять, как вы помните, да? Немножко у нас идет изменение по сундуку, который можно получать за руду, которую мы набиваем, к этому мы тоже перейдем. И, в общем, погнали. Обмен у игрового помощника билетов, да, все, просто каждый Алеша спросил вообще про обмен вот этих вот билетов, потому что они накапливались, а обменять их было нельзя. Каждый Алеша на каждом сервере спросил в чатике про это, хотя русским по белому было написано, что пока что обмена нету. И вот, наконец-то, он пришел. Надеюсь, ни один Алеша не поудалял. И посмотрим, наконец-то, на что эти заветные билетики можно обменять. Первое, значит, это сундук с куклой-хранителя Эльмарадена. Что это такое? Что это за кукла? Это сундук, из которого может равноценно выпасть, кроме куклы Антараса, любая кукла первого уровня. Вот. И, казалось бы, казалось бы, офигенно. Но, ребятки, работяги мои любимые, приглядитесь повнимательнее, да? Кукла Баюм не поможет вам больше фармить. Она исключительно на защиту направлена, да? То есть, это исключительно пвпшные статы. Если уж и делать ее, то... Ну, если уж и мутить ее, то делать ее, типа, сразу... Ну, типа, второго уровня или третьего. Первоуровневая вам не дает практически ничего. Кукла Королевы Муравьев. Опять же, по факту, прикольная штучка, да? Но, опять же, лучше берите сразу готовую вторую. Шанс синтеза из двух первых на вторую всего лишь 7%. Если у вас есть первоуровневая кукла в инвентаре, не нужно докупать еще первоуровневые и пробовать ее синтезировать. Нужно ее закидывать в коллекцию и брать готовую вторую. Это всегда гораздо дешевле. Брать вторую. Поняли, да? Вот. Ну, кто не понял, пошел в жопу трать бабки, епта. Сколько хочешь, бери кредиты. Но лучше не надо так делать. Вот. Кукла Орфен. Опять же, первоуровневая. Казалось бы, мне на ешку кукла Орфен. Так хорошо. И максимальная МП, которая нужна. И сила критов. И мага-атака. Но это такие сраненькие процентики, да? Что вообще жесть. Более того, из сундука выпадает рандомная кукла. И пока мы выловим хотя бы одного Орфена, хрен его знает, сколько времени пройдет. Вот. Кукла Королевы... Так, это я уже говорил. Кукла Френтеза. Опять же, лучше брать не просто второе, а сразу третью. Потому что третья дает по две единички уже вот этих вот приколдесов. А это единственное, ради чего нужно брать куклу Френтеза. Единички. Но если вам конкретно единички не хватает, там, да, до 90 силы, то я не знаю, как вы так разогнались. Вряд ли, короче, такая ситуация существует. Вот. Кукла Зайкина, в принципе, интересная вещь, потому что дает гнев вампира. Но 1% еще и с определенной вероятностью. Поэтому такое себе. Берут Зайкина ради вот этой вот штучки, на самом деле, да? Но, опять же, для этого нужен там какой-нибудь хотя бы второй Зайкин. Вот. Ну и кукла Ядро, опять же, дает исключительно защиту. На ваши цифры фарма в ПВЕ не повлияет вообще. Потому что, как правило, самый жирный фарм с тех мопчиков, которых вы убиваете легче, которые даже не успевают вас атаковать. Понятно? Понятно. Тем более, тем более, на каждый такой сундучок, из которого рандомно будет выпадать, нужно 5 вот таких вот знаков хранителя. То есть, грубо говоря, на одного персонажа вы сможете взять только одну куклу. Ну, если обузите, как я, на каждого персонажа на аккаунте, соответственно, можно будет взять 8 таких сундуков, как бы, да? Но, опять же, опять же, парочка у вас, тройка одинаковых куколок будет. Попробуйтесь засинтезировать, ничего не получится. Получите сет нулевых кукол. Объясняю теперь, зачем эти куклы вообще нужны. Заходим вот так вот в коллекции. Вот здесь вот у нас характеристики. И в характеристиках у нас есть несколько наборов вот таких вот. Сделали вот эту вот коллекцию. Сделали вот эту вот коллекцию. Вот. По желанию сделали какие-нибудь из вот этих вот коллекций, если прям сильно хочется. Это единственное, зачем нужны первоуровневые куклы. Больше первоуровневые куклы не нужны ни для чего. Что-то у меня мана так жестко просела. Ну, ладно, ничего страшного. Вот. Короче, лажа. Лажа, 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 лажа. Вот. Дальше. Талисман властителя. Два знака отдаете. Немножко адены. Получаете знак властителя. Это, опять же, не нужно, потому что это нулевый знак властителя, во-первых. Во-вторых, в месяце июле вы получите за прохождение боевого пропуска вот такие вот сундучки. Сделали на каждого персонажа на аккаунте, сделали себе пятый гарантированно, и, возможно, даже трай у вас получится сделать на шестой. Классно? Классно. А забирать там, типа, тратить эти билеты на эту фигню смысла не вижу вообще. Тем более, ну, сколько вы сделаете? Там 42 максимально можно размутить, да? Это 21 набор модификаций. Чтобы сделать четвертый, нужно больше. Вот, а третий у меня, допустим, на Ешке и так есть, поэтому, опять же, лажа. Вот, талисман Евы. Ну, если вот прям капец совсем недавно сделали персонажи, вот капец вообще никакого талисмана Евы нету. Ну, обменивайте, пока не сделаете себе третий. Четвертый через эту акцию сделать я не вижу смысла. Вот, талисман Адена валится из всех щелей. Если вы там где-нибудь в ДВ стоите или фармите кебера, это можно сделать на халяву абсолютно. Даже 100 тысяч Аден, типа, жалко на это дело тратить. Ну, вот это вот, это вообще рофл топовый, да? Ну, вот это вот вообще охренеть. Нам сыпят чуть ли не в каждой акции, чуть ли не на халяву эти купоны на обмены Агдиона. Неделю назад можно было их 60 получить тупо на халяву. Здесь нужно целых два билета и еще по 200 тысяч Аден. Вы что, гоните? Вот кто возьмет вот это, вот тот точно сифа, если вы понимаете о чем. Вот, оружие, доспехи не вижу смысла забирать вообще. Вот, и того самое шикарное, что вы можете сделать, это ларцы. Что такое ларец? Да, из него вы получаете рандомный драгоценный камушек сразу третьего уровня. И если вы забудете все это делать так же, как и я, вы получите 42. Да, Дэнки придется заплатить, кстати, да, это типа 126 лямов, вот, или типа того. Но это дешево за такой лутецкий. Вот, 42 камня рандомных третьего уровня. Четвертые сделать вообще изи при таких раскладах. Пятые, скорее всего, половина пятых у вас будет, если их еще не было. В общем, ларцы вот эти, вот этот опчик. Если у вас уже камни там, четвертые, пятые, возможно, даже шестые, фигачите это просто все дело в коллекции. Да, в коллекции тоже дофигища камней нужны. Вот, либо забивайте свою, каждого на сладе, так или иначе. Есть какие-то камушки третьих, четвертых, пятых левлов, да, которые не нужны, потому что у вас в инвентаре есть что-то получше. В общем, ларцы это топ, на что можно обменять билеты. Возможно, да, у нас будет еще там, да, четвертая, пятая, шестая неделя. Может быть, может быть, будут варианты еще более выгодного обмена. Но пока что целимся в эту штуку. И в принципе, в принципе, да, я сейчас даже уже могу все это начать обменивать. Но я подожду последние недели, чтобы точно быть уверенным, что меня нигде не обманут. Вот, конкретно этот обмен работает у нас до 17 августа. Вот, вероятность обмена равна 100%. Вот, да, можно обменять накопленные знаки хранителя. Вероятность обмена 100%. Обмен будет доступен до 17 августа. Вот, поэтому можно не спешить. Но вот это вот, это топчик. Это топчик, 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 топчик. Вот, как ни крути. Вот, ну, понятно, тут сундук с куклой хранителя. Это все понятно. Руду получаем за ежедневочку, да. Еженедельное задание за 300 мобов, убитых в башне Эльмарадена. Получаем знак хранителя. Это мы все тоже понимаем. Прекраснейшее. Также руда падает и с мобов. Кстати, там увеличили еще шанс упадения ее с мобов. И количество руды, которое с квеста идет, тоже была соточкой. Теперь 120 падает. Вот. Дальше у нас, соответственно, вот про руду. С рудой, значит, обмениваем 10 руды и 200 тысяч адены на вот эти вот сундуки. 10% вероятность, что бахнет нормальный сундук. Вот это шлак полный. Да, давайте сходу на него посмотрим. Гарантировано ненужное печенье. Случайно вот такая вот расходка, из которой руда, в принципе, ок. Все остальное у вас исчезает. Ну, типа, заряд души тоже не нужны. Они у всех, типа, в избытке. Вот. Самое вкусненькое. Могло бы быть вот это, но оно исчезает. Оно временное. Оно до следующей профилактики только будет работать. Поэтому даже не думайте, что вот этот вот серый сундучок вам что-то... Это шлак. Просто, фу, мусор, пыль. Вот. Нам нужно вот это. А из золотого сундучка у нас выпадает что? Камень жизни уровень 2 в оружие. Он, если что, стоит на межсервере порядка 400 монеток. Самый дешевый. Вот. Но они запечатаны. Соответственно, за 200 монеток с окланом можно будет все это дело загнать. У кого топовый ЛС в пушке, епта? Я слушаю. А? А? У кого? А хрен его знает. Даже у меня у такого замечательного пацана нет. У меня только 4% сил. У меня не на мейн персонажа. А вот эти вот штучки можно вообще загнать пацанчиком. Сказать, давай пушку я тебе понавставляю сейчас камушков. Вот. И фигачьте. Кроме того, дополнительные призы тоже окей. Потому что у нас купоны на оружие ранга А выпадают. Можно будет набрать себе, допустим, мидовских пушечек ашных. И попробовать их поточить на 7. Если вы богатый парень. Если не очень богатый парень, можно топовых набрать. И попробовать поточить на 5. Да, если у вас пока что еще нету. Ну, свиток берсерк тоже временный, сволочи. Вот эта вот фигня тоже временная. Но здесь есть смысл обменивать. Потому что камушки жизни, сука, дорогие. И можно будет либо себе в пушечку понаставить. Либо там че, куда, как. Потому что... Потому что я не могу еще вам сказать, с какой вероятностью, что из этого будет падать. Да. Но, условно говоря, условно говоря... Хотя даже условно не будем говорить. Потому что в первом ивенте с вот этими сундуками была связана такая история. То, что из всего списка выпадал только один единственный итем. Другие из этого списка вообще не выпадали. И выпадал самый дорогой, самый нужный. И передаваемый. Я, офигеть, тогда бабла поднял. Вот, как вы помните. Кто не помнит, можете посмотреть, значит, развитие ЕЕшки. 12-я серия или типа того. Может, 11-я. Ну, скорее всего, 12-я. Вот, в общем, такая у нас третья неделя штурма башни. Это все хорошо. Ну и равноценный обмен. Для кого эта акция, для чего, я не представляю. Она максимально простая. За 4 тысячи Эл Коинов мы получаем сундук, в котором 56 печати Герана. За 7 с половой Эл Коинов мы получаем 111 печати Герана. Ну и, соответственно, за 19 тысяч Эл Монет. Сколько угодно, кстати, можно набирать. Мы получаем печати Герана в количестве 294 штучек. Так, понятное дело, что если и упарываться в это дело, то нужно упарываться в самую дорогую. Потому что здесь максимальная отдача. Вот, но в итоге здесь сколько нужно? Ну, типа 2 с половиной коробки, да? 19 тысяч монеток. Ну, хотя... Ну, хотя... Если вы по 9500 продадите на межсервер 2 коробки, получите монет как раз вот столько. Ну, будем считать, что 2. Ладно. Вот. Но нет, ну не будем считать. Потому что по факту считаем Эл Монет. В общем, получаем 294 при самых выгодных раскладах. За 2 с половиной 294. Ну, немножко меньше, чем хотелось бы. Вот. Но стоит ли сюда упарывать бабки? На самом деле нет. Потому что время от времени к нам... Ну, если вы экономный чел, то нет. Лично я экономный чел, у меня там что-то тысячи четыре печати Герана есть на основе. Они не нужны. Пока что вообще. Вот. Время от времени. Потому что залетают супер классные акции. Где с одной коробки, с 8000 лкоинов, вы на изичах получаете типа от 120 печати Герана. Вот. Здесь, да, если вот так вот сравнивать, это получается 240 плюс еще 60. Должно быть 300, а здесь всего лишь 294. Но только с тех коробок вы еще лутаете, ёпта, дроп, который рандомно может выпадать. Понимаете? В плане получения печатей, прикольная штука, но не совсем понятно, зачем нужно. Оно у нас будет идти сколько времени-то? Господи. Где период проведения акции? Где периоды? До 10 августа они будут валяться? И это я понимаю. Ну окей, можно в магазин, наверное, посмотреть. Магазин L, ивенты, акции. На две недели. И, может быть, может быть, может быть, введут на следующей неделе какой-нибудь прикольный обмен, куда можно будет эти печати упороть. Да, соответственно, много народу будет коробки L8K закидывать на рынок. И, возможно, просто сейчас выгоднее их будет закинуть на рынок, потому что всем нужны будут монетки. Все будут обменивать не напрямую коробки, а через рынок, чтобы больше монеток получить. Да, если кто не понимает, о чем я, я имею в виду, что вы берете коробку L8K и скидываете ее на межсервер. И люди у вас ее покупают дороже, чем за 8 тысяч. Вот такая вот фигня. Но сейчас уже там, типа, большая конкуресса. На следующей неделе на фоне хорошего какого-нибудь обмена печати на нужные итемы, оно может быть не так выгодно. Вот. Но я бы не стал так сильно прям супер уж круто упорываться. Имеем в виду, если есть какой-то запас печати Герана, а если вы меня внимательно слушаете всегда, то он у вас, скорее всего, есть. Потому что бывают хорошие акции, но, как правило, хрен его знает, куда все это дело тратить. Вот. Поэтому, скорее всего, запасница какой-то у вас есть. Не упорывайтесь. Ну, может быть, может быть, при большом желании закиньте две коробки L8K на рынок. За 19K L монет полученных возьмите себе вот этот вот сундучок. Пускай они у вас лежат. Если что, если что, подешевле можно будет что-нибудь взять. Вот. Такие, в общем, акции. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. Всем пока.